это канал world business channel и программа этикет с александром добровинским мы продолжаем говорить об этикете между начальником таким скажем как я и подчиненным есть много правил которые следует соблюдать в прошлый раз мы говорили о том что я ко всем стараюсь обращаться на вы это оставляет какую-то дистанцию но и дает право требования однако я никогда еще в своей жизни а у меня давно это предприятие которым вы сегодня находитесь так вот я никогда в своей жизни не позволил крикнуть на человека это ничего не дает не надо кричать на своих подчиненных вы же не хотите выглядеть истеричкой попробуйте объяснить а это очень трудно попробуйте все-таки объяснить человеку в чем он не прав или в чем он прав или в чем не правы вы отношения между вами и подчиненными будут намного лучше если вы будете говорить тихо мало этого у меня был один случай я был очень недоволен одним человеком который здесь работал а когда я недоволен я уже вам говорил я никогда не кричу я перехожу наш опыт я был разъярен и я этому человеку начал выговаривать на фы и очень тихо я думаю я этого не хотел но я думаю что человек слушался в мои слова и ни разу не позволил себе его оскорбить я просто выговаривал ему за то что он сделал 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 очень большую глупость говорил я очень тихо и в конце концов перешел наш опыт вы знаете что произошло совершенно ужасная вещь человек упал в обморок он упал в обморок от того что он вслушивался в мои слова не было безумно его жалко мы в конце концов расстались но в тот момент я даже не подозревал что разговор тихим голосом может так влиять на человека а вот если вы кричите о каком этикете может быть речь просто выйдя из вашего кабинета этот человек пойдет к другим и скажет он сумасшедший он истерик с ним нельзя работать и атмосфера которая сложится в вас в офисе будет ужасно никогда поверьте мне никогда нельзя оскорблять вашего подчиненного слова типа ты дурак тормоз козел и так далее должны быть полностью исключены из вашего лексикона вы не имеете права и говорить если вы хотите работать с людьми вы должны научиться объяснять и объяснять внятно то что вы хотите получить от ваших подчиненных обращаясь конечно к ним на вы самое трудное в работе начальства это уметь объяснять самое легкое как вам кажется в работе начальника это уметь требовать это совсем не так самое трудное это уметь анализировать то что сделал ваш подчиненный вы должны это делать вместе с ним потому что в следующий раз ваш подчиненный сделает это намного лучше вот если вы на него это кричите бросите ему в лицо бумагу и скажете это все не так уходи то никакого результата от вашей беседы не будет он уйдет обиженный и просто перестанет работать для чего вам это нужно праздники праздники очень существенная вещь в отношениях между начальником и подчиненным кроме премии которые существуют у нас в конце года существуют еще какие-то мелкие подарки которые держат этот офис вместе и создают одну семью праздники надо поощрять потому что это тот момент когда коллектив сплачивается однако существует правило этикета о котором нельзя забывать вы все таки начальник и будучи начальником будьте уверены и поверьте мне люди не так будут раскованы в вашем присутствии как в тот момент когда вы уйдете я на корпоративах большей частью присутствую в первой половине праздника когда мы собираемся на новый год или на рождество мы устраиваем какие-то вечеринки или все вместе ходим в ресторан правило этикета отношения начальника с подчиненными заключается в том чтобы дать им почувствовать себя свободным придите поздравьте поговорите со всеми уйдите скажем что у вас есть свои дела вы увидите что без вас на самом деле праздник пройдет намного лучше его будут вспоминать еще долго долго пожелайте всем всего хорошего скажите добрые слова всем немножко пошутите вы же начальник от вас зависит настроение всех людей которые работают здесь не забудьте задать вопрос про то что происходит семье как чувствуют себя дети жена немножко пошутите с другими людьми расскажите пару анекдотов этого достаточно чтобы атмосфера в вашем офисе на празднике была хорошей а потом незаметно оставьте их они заслужили праздник они заслужили свободу они заслужили тот момент чтобы повеселиться безглас начальника когда наступает конец года и вы выписываете бонусы или премии никогда не обсуждайте их с другими подчиненными это приоритет ваш и ваших коллег начальников обсуждение бонусов с подчиненными не входит ни в какие рамки этикета это делает совершенно другую зависимость подчиненных от вас пусть они обсуждают хотя я считаю что это неверно но раздавая премии не делайте это публично если вы даете какие-то конверты или делаете это подарки сделайте это один на один поздравить вы должны всех вместе а вот отношения между вами подчиненными слова благодарности которые вы говорите человеку подарок который вы ему делаете сделайте ему один на один он будет это очень ценить а поздравьте всех вместе это канал world business channel этикет с александром добровенским